Всем доброй ночи! Вы знаете, видимо, мои новые зрители, да и те, которые давно следят за каналом, из-за этих бесконечных сливов каналов не могут найти денежные заговоры, хотя их миллионы. Но я подумала и решила подарить ещё денежные заговоры, потому что я считаю, что самая главная сильная энергия, которая даёт уверенность в завтрашнем дне, это деньги. И денежную силу, денежную энергию нужно закреплять. Итак, дорогие друзья, вот этот заговор лучше читать человеку, который занимается торговлей. Неважно, он дома продаёт свои вещи, или на рынке, или у него магазин есть. В любом случае, даже если вы продаёте на сайте что-то, да, в любом случае вы можете перед тем, как начать свою работу, начитать. Если вы прочитаете это над тем товаром, что продаёте, если у вас продажа именно, как бы, ну, вещей, то возьмите одну вещь или положите руку на эти вещи, на эту упаковку и начитайте шесть раз. Если прочитайте просто перед тем, как сядете за компьютер, если у вас интернет-магазин или что-то ещё, скажем так, значит, как сели за работу, прочитайте шесть раз. В любом случае это притягивает деньги. Особенно для тех людей, которые участвуют в ярмарках, там, в каких-то продажах, может быть, отправляют свои работы, неважно. Им тоже поможет в том случае, если они над товаром прочитают, или просто прочитают для того, чтобы привлечь клиентскую базу и так далее. Итак, поскольку я вам даю проверенные ритуалы, те, которыми сама пользовалась много лет, и не только я, если правильно всё сделаете, обязательно у вас получится. И вы сами удивитесь тому, как всё это распродастся за короткое время. Итак, читаем шесть раз. Купец-торгаш-богатей. Ведёшь свой торг, в деньгах знаешь толк, и торговля вся впрок. Купи-продай, народ налетай, с прилавка сметай. Торгует купец шёлком да мехами, камнями да всякими вещами. Продам-ка и я свой товар. Говорите, можете перечислить. Кто увидит, всякий купит. Да будет так. И так шесть раз. Следующее, что я хочу вам подарить. Это намаг. Вы знаете, что намаг очень много существует денежных заговоров, и они очень эффективны, очень быстрые. У меня таких заговоров много. В некоторых заговорах этот маг сыпется в кошелёк. В некоторых возле порога много различных. Вот на сей раз маг нужно посыпать в карман. В любой карман, может быть, зимой лучше это сделать в карман. Значит, посыпать шубой, либо пальто, которое вы носите, да, часто. Чтобы ваши карманы были полны денег. Можете посыпать в карман брюк, если это мужчина будет делать. В любом случае, постарайтесь, чтобы вот в три кармана, то есть в карманы трёх одежд, они были посыпаны по чуть-чуть. Через некоторое время, когда это всё высыпется, где-нибудь пропадёт, можете повторять. Итак, намаг. Вот берёте вот так, или насыпите на ладонь, неважно как. Главное, чтобы перед вашими глазами, и чтобы вот ваши слова как бы шли прямо вот туда, как в прямой линии губы с этим магом. Растёт красный маг посреди четырёх дорог. Подует ветер, разметается маг. На юг, запад, восток, север. Разлетится. Разлетятся маковки. Искать мне денег, дарить мне богатство. Маг не имеет счёта. И маковки не сосчитать. Так и денег моих не сосчитать. Сколько маковок, столько денег, столько добра в моей закрома. Заклинаю ключ, замок, язык. Аминь. Семь раз читайте. Желательно семь раз. Три, семь раз. Я думаю, что семь раз можно прочитать. Да, не поленитесь. Итак, сейчас, секунду, чтобы правильно открыть. Нужно взять красную свечу. Написать своё имя при рождении, которое не второе имя, не творческий псевдоним, а своё имя, которое вам дали родители. Написать нужно снизу вверх, чтобы имя ваше вверх поднималось. Моё имя просто как ни пиши, всё равно одинаково. А если, например, Елена, да, значит, Е пишем здесь. Елена. Она поднимается ими наверх. Я думаю, что поняли, о чём речь. Посыпала тут благовониями. Ну, ничего страшного. Вам пригодится либо масло розы. Вот так нужно мазать свечу. Если нет, то купите розу, выжмите. И вот этим маслом из лепестков намажьте красную свечу. Это древнеармянский заговор. Читался на огонь или свеча привязывалась с красной лентой. А поскольку у нас есть сейчас красная свеча, можно приобрести, да? Поэтому выжимали, значит, масло розы. Кстати, масло розы хранили и зимой можно было приобрести где-то или у себя. Как правило, все изготавливали так, да, хозяйки. Нужно было намазать, написать имя своё. На царапать или написать. В древние времена, в принципе, царапали на свече. Зажечь и прочитать. Читать нужно в тёмное время суток. Луна не имеет значения, если где-нибудь будет важен, то есть лунный цикл, я обязательно об этом скажу. Поэтому, когда спрашивают, я заранее говорю. Если будет нужно, если это будет играть роль, я вам скажу. Если я не говорю, значит, это можно провести в любое время, в любой день. Итак, читать нужно столько раз, пока у вас голова не закружится. Но читать нужно последние строки. Сейчас я прочитаю. То есть три раза общий заговор читайте. А вот последние строки, которые я выделила, я вам скажу. Этот припев, как бы, да, так грубо говоря. Читайте столько раз, пока голова не закружится. И если вам нужны финансовые вливания, вы должны это делать семь дней подряд. То есть семь вечеров подряд. Вот так зажигаете, читайте общий заговор три раза. Последний куплет читайте столько раз, пока голова не закружится. Оно может на седьмом чтении закружиться, а может сразу. Вот уже перед глазами стало как-то туманно всё. И когда вы семь дней это прочитали, после этого зажигайте свечу, чтобы она до конца догорела. Потому что каждый раз после чтения вам нужно будет потушить свечу. Ну, потушите специально. Там есть приспособление, оно сейчас я не взяла. Либо пальцами, если пальцем не жалко. Я перевела этот заговор. Исправила где-то, приспособила, сделала немного в стихотворном таком варианте, чтобы более так доступно было для зрителя. Вы знаете, что армяне были огнепоклонники. Для них огонь священный. И очень много связано вообще с огнём ритуалов. И дело в том, что огонь считался как бы вселенской энергией. Так и есть. И через огонь заклинали. Через огонь очищали жилища. Через огонь. Есть у нас традиция, такой праздник. Ну, как у русских, собственно говоря, Иван Купала, да, у славян. У нас есть тарандес. Когда, прыгая через огонь, очищались от всякой скверной. Они 40 дней зажигали огонь в доме, где ребёнок родился. Считала, что огонь очищает пространство и сжигает злые силы и прочее. Так что заклинание через огонь у армян, оно как бы, знаете, имеет многотысячелетнюю историю. А значит, оно сильно и сразу начинает работать. Если вы будете делать всё правильно, как я говорю, и, естественно, внизу набирает, Яна всегда набирает текст, что вам даже как бы ничего, труда не составит переписать или для себя скопировать это всё и провести. Если у вас есть свой бизнес, если у вас есть своя работа, да и просто люди, которые получают зарплату, у них тоже может быть очень много вливаний с разных сторон или дары от людей, да, неожиданные, внезапные даже. Итак, три раза общий заговор и куплет последний, столько раз, пока голова не закружится. Начнём. На свечу красную отправляю заклинание. Над красным огнём звучит мой заговор. Ты огонь священный, ты огонь великий, вечный жар вселенский. Отрушан богов. Сегодня мне служить готов. Огонь горит, жар к богам поднимается. Что прошу, то сбывается. И говорите потом своё желание. Например, да? Хочу, чтобы моя работа приносила мне доход. Или дай мне большие доходы. Помоги мне там найти много, я не знаю, клиентов для своей работы, если у вас продажи и так далее. Каждый человек сам скажет. Но учтите, пусть это будет короткая просьба, чёткая, ясная, чтобы постоянно это повторять. На свечу красную отправляю заклинание. Над красным огнём звучит мой заговор. Ты огонь священный, ты огонь великий, вечный жар вселенский. Отрушан богов. Сегодня мне служить готов. Огонь горит, жар к богам поднимается. Что прошу, то избывается. Отрушан — это жертвенник огня. В древние времена, на Древнем Востоке были огромные жертвенники огня, на которых просто день и ночь корил огонь. Огненная такая, огненная стена была. Отрушан. На свечу красную отправляю заклинание. Над красным огнём звучит мой заговор. Ты огонь священный, ты огонь великий, вечный жар вселенский. Отрушан богов. Сегодня мне служить готов. Огонь горит, жар к богам поднимается. Что прошу, то избывается. Вот это вот, последний вот этот куплет. Читайте столько, пока голова не закружится. Сейчас для уточнения ещё раз прочитаю. Огонь горит, жар к богам поднимается. Что прошу, то избывается. Желание. Снова огонь горит, жар к богам поднимается. Что прошу, то избывается. Желание. Заклинаю. Огонь горит, жар к богам поднимается. Что прошу, то избывается. Желание. Говорите. Заклинаю. Вот, собственно, пользуйтесь на здоровье. пусть ваши копилки еще прибавятся нужные достойные и сильные работы всем удачи